всем привет друзья вы на канале in starting саморазвитие в прошлом выпуске мы разобрали с вами вопрос что же будет с миром после пандемии коронавируса и рассмотрели несколько вариантов развития событий если вы не смотрели этот выпуск ссылочку я оставляю в описании многие сегодня задаются вопросом как же остаться в выигрышной ситуации после кризиса 2020 года сегодняшний выпуск как раз посвящен этому мы рассмотрим с вами топ прибыльных акций для начинающего инвестора в 2020 году прежде чем мы перейдем к просмотру обязательно подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтобы не пропускать следующие выпуски мы начинаем многие люди которые смогли накопить некоторый капитал задумываются над тем куда выгодно и надежно разместить свои сбережения чтобы они не только сохранились но и приумножились большинство экспертов в этой области рекомендует инвестировать в акции рассмотрим самые популярные на сегодня а также топ прибыльных акций для начинающего инвестора в 2020 году инвестиции в акции рынок ценных бумаг это стабильный источник пассивного дохода для инвестора краткосрочные или долгосрочные инвестиции в акции позволяет не только диверсифицировать портфель но и участвовать в управлении компанией и корпорацией средняя доходность такого вложения денег составляет от 10 до 20 процентов годовых крупные состоявшиеся компании показывают рост в пределах 5 процентов в год а вот небольшие компании которые только начинают работать на рынке и стремительно развиваются могут всего за несколько месяцев добавить до 500 процентов акции молодых компаний на стадии развития стоят дешево но через некоторое время их цена может вырасти в несколько раз чтобы определить куда лучше инвестировать деньги в 2020 году необходимо рассмотреть основные характеристики акции изучить принципы работы фондового рынка и научиться верно прогнозировать для проведения операции с ценными бумагами не обязательно иметь специальных знаний но только проведя фундаментальный и технический анализ можно надежно и успешно инвестировать средства в акции той или иной компании фундаментальный анализ первую очередь предполагает исследование влияния на стоимость акций некоторых факторов экономической и политической жизни происходящих событий в мире и стране развития рынка и самой компании при техническом анализе дополнительно применяются математические ресурсы учитывается уровень спроса и предложения изучается динамика предыдущих котировок изменения цен на рынке только приобретая опыт можно сделать процесс инвестирования доходным и прогнозируемым инвестирование является гибким инструментом которым необходимо умело управлять если человек никогда не имел дело с ценными бумагами и даже не представляет как это правильно делать то лучше доверить приобретенные акции в управление опытному трейдеру отрасли экономики с большим потенциалом роста при вложении денег в ценные бумаги обязательно необходимо проанализировать экономическую ситуацию чтобы иметь представление какие сферы деятельности будут перспективными по оценкам экспертов 2020 году таким отраслям экономики можно будет отнести айти технологии компьютерные игры и виртуальную реальность здравоохранения и биотехнологии посреднические и биллинговые услуги к отраслям имеющим малый потенциал роста относят добывающую и перерабатывающую отрасли кроме таких крупных компаний как газпром и лукойл сектор финансов отечественные банки переживают не лучшие времена только крупные игроки на финансовом рынке чувствуют себя уверенно какие акции купить чтобы гарантированно получить доход в 2020 году в нашей стране в отличие от сша где есть корпорации и компании стабильно выплачивающие дивиденды и повышающие их величину в течение 20 лет и более таких историй не встретишь потому что часто отечественные компании просто перестают платить дивиденды или снижают их размер поэтому лучше проанализировать результаты деятельности компании за 2-3 квартала чтобы понять ситуацию по сравнению с прошлым годом только после этого делать обоснованный прогноз по дивидендам непрофессиональные инвесторы работая с ценными бумагами некоторых компаний рискуют потерять свои средства следовательно чтобы избежать неприятностей рекомендуется приобретать не сами акции а вкладывать средства широко диверсифицированные фонды таких бумаг индексные фонды ценных бумаг стабильно выплачивают высокие дивиденды в такие фонды часто входят десятки различных компаний это значительно снижает вероятность разорения отдельных участников фонда в российской федерации индексных фондов не создан как и нет индексов дивидендных компаний но несмотря на это любой инвестор в нашей стране может приобрести через отечественного или зарубежного брокера ценные бумаги международных и тф прогноз лучших дивидендных акций отечественных компаний в 2020 году в ближайшие три года в российской федерации фаворитами по ликвидности акции будут компании с госучастием такой вывод можно сделать проанализировав документ минфина российской федерации под названием основные направления бюджетной налоговой и таможенной тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно документу плановые показатели роста дивидендов по ценным бумагам компаний с госучастием превысит 100 процентов как показала практика традиционно высокие дивиденды можно получить по ценным бумагам таких отечественных компаний, как МТС, Лукойл, Алроса. К акциям, нацеленным на получение дивидендов, также можно отнести ценные бумаги Сбербанка, Норильского Никеля, Сургутнефтегаза, причем последняя компания страхует своих инвесторов от девальвации рубля и держит свои средства в конвертируемой валюте. Сбербанк. Бесконечный запас прочности выгодно отличает бизнес-модель Сбербанка от ближайших конкурентов. Даже сейчас, в отличие от других, банк получает чистую прибыль, несмотря на кризис. По прогнозам, в краткосрочной перспективе инвестировать в Сбербанк будет невыгодно, но в дальнейшем банк будет уверенно расти вместе с экономикой страны. Гарантией успеха Сбербанка являются грамотное управление, повышение эффективности, внедрение инноваций. Список компаний, акции которых блистают выплатами, можно расширить такими рекомендациями, как Ленэнерго, Русгидро, ФСК, Северсталь, НЛМК. Интересные предложения можно найти среди ценных бумаг второго и третьего эшелонов. Там по выплатам дивидендов лидируют компании, работающие в сфере электроэнергетики. В настоящее время не стоит вкладывать все накопленные средства в ценные бумаги какой-либо одной компании. Лучше размещать деньги в дивидендный портфель. Выбирая акции для такого портфеля, необходимо ориентироваться на ряд критериев, которые позволяют получить максимальную дивидендную доходность. К таким критериям можно отнести. Первое. Ликвидность акций. Инвестор должен иметь возможность покупать и продавать ценные бумаги в париночной цене в любое время. Второе. Надежность имитента. Ориентация на компании со стабильным и прозрачным бизнесом. Третье. Стабильность дивидендных выплат. Четвертое. Устойчивое финансовое положение компании. Должна быть стабильная прибыль, низкий долг и отсутствие больших инвестиций в краткосрочной перспективе. Специалисты проанализировали наиболее ликвидные акции фондового рынка Российской Федерации и составили следующий дивидендный портфель 2020 года. Первое. Северсталь. Лидер в металлургической сфере. Дивиденды выплачиваются каждый квартал. Прогнозируемая дивидендная доходность составляет не меньше 14%. Доля в составе портфеля 25%. Ленэнерго. По привилегированным акциям выплачиваются высокие дивиденды. Стоимость таких ценных бумаг на московской бирже в 20 раз больше обычной компании. Прогнозируемая дивидендная доходность 12%. Доля в составе портфеля 20%. Третье. Сбербанк. Привилегированные акции компании стали объектом внимания инвесторов. Благодаря стабильно растущим бизнес-показателям и факторам политико-санкционного характера. Прогнозируемая доходность 10%. Доля в портфеле 15%. Четвертое. МТС. Компания лидирует в телекоммуникационной отрасли, имеет устойчивую дивидендную политику. Внешнеполитические события повлияли на котировку акций, что позволяет удерживать доходность выше 10%. Доля в составе портфеля 15%. В дивидендный портфель акций включены те компании, которые по итогам годовой отчетности имеют дивиденды в размере более 10%. Это показывает, что инвестировать в ценные бумаги выгоднее, чем размещать деньги на банковские вклады или покупать облигации федерального займа. Какой из этого можно сделать вывод? Можно сказать, что при вложении средств в ценные бумаги делать выбор в пользу тех или иных акций необходимо на основании того, какую цель перед собой ставит инвестор. Надежность и предсказуемая доходность гарантируют акции российских госкомпаний, которые имеют большой потенциал роста и направляют на выплаты дивидендов в 50% полученной прибыли. Поэтому в заключение можно сделать вывод, что максимальный доход можно получить только при инвестировании в акции эмитентов, которые выплачивают стабильно высокие дивиденды. С акциями мировых компаний ситуация аналогичная. Выбирать нужно надежные компании, которые имеют не только большой потенциал роста, подтверждающийся финансовыми документами и производными мультипликаторов, но и обладают хорошими фундаментальными показателями. Ну и напоследок, друзья, в акции каких компаний инвестировать решать только вам. Но помните одно, обязательно подходите к этому взвешенно, советуйтесь с профессионалами и лучше не рискуйте, если в этом не уверены. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Подпишитесь на канал те, кто не подписался. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Поставьте этому выпуску лайк и напишите свое мнение в комментариях. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!